всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана дорогие друзья сегодня погуляем по моему цветнику покажу вам свои гортензии как они выглядят на 23 сентября как выглядят остальные цветочки обязательно покажу расскажу что я делала за это время долго не снимала вот такое видео для вас сегодня тут мои красавицы гортензии кто-то уже совсем покраснел кто-то вот как эта гортензия скорее всего что это white lady такая вот беленькая воздушная у нас были сумасшедшие ветра холодные ночи погода ужасно дожди без к бесконечные дожди вот сегодня первый день такая солнечная теплая хорошая погода а ночь у нас был такой туман утром встала пол седьмого вообще туман ужасный просто растение конечно бедные по ночам им очень холодно нуха что хочу сказать даже мои колиусы терпят такую холодину по крайней мере вот эти два но не два вот здесь много у меня в этом уголочке колиусов листья не сбросили в принципе вот один только одному только очень холодно он вот так вот уже листочки у меня сбросил все остальные вроде как и ничего мне кажется даже подросли гиганты гиганты стали вот какие друзья цветочки так что как бы на конец сентября колиусы еще и шикарно выглядят гортензии смотрите такие малышечки но у меня очень много гортензии которые вот не собирались цветина цвести набрали цвет представляете ну конечно же не успеют у доживает леди у меня набрала вот здесь вот цвет вот эти вот побеги мощные высокие это собрались цвести но маленький вот все все побеги на цвету это у меня или sensation такая прям красотка красная совсем красная вообще а здесь белая шапочка вот она может вот так вот быть и одновременно красной и белой хорошо вытерпела все ветра все дожди без опоры стоит прекрасно треплется здесь но не ломается гибкая пластичная хорошая гортензия друзья смотрите как у меня к концу сезона один черенок алисума посажен разросся смотрите какой стал большой алисум конечно украшение это моего цветника это бесспорно и вот там у меня в кашпу сидят алисумы ой как красиво они смотрятся вообще друзья так они мне нравятся единственное что его надо бесконечно обрабатывать его очень любят вредители смотрите как собралась у меня заложила немножко бутонов не все ветки но смотрите видите это у меня в гортензия даймонд руш в этом году решила решила все-таки она подсвести но не успеет конечно потому что все побеги пошли у меня с нижних почек вот представьте как она их нарастила какие они высокие мощные да и конечно у нее силы на цветение практически не осталось вот только сейчас но сейчас она уже все не успеет вот еще одна безымянная моя гортензия друзья посмотрите какая красиво начала чуть-чуть румяниться не знаю название и остальные все веточки все-все в цветоносах но тоже не успеет но здесь это просто огромная шапка вообще мунглайт он немножко есть у меня еще такая гортензия тоже большая шапка он немножко перед такой пирамидкой вытянута у него конус вытянутый а здесь это вот покругли и она очень широкая вот это вот гортензия не знаю что за сорт очень красивая подрумянилась у меня еще одна моя безымянная гортензия вот такая розовая красивая хорошо очень держит тоже дождь ветер прекрасно ничего не поломалось и обильное цветение посмотрите все все веточки заканчиваются цветами это бы тоже вот смотрите как хорошо быть свела еще сколько сколько веток и все тоже заканчиваются все все ветки то есть на бутонах вот представьте как бы здесь было здорово но это тоже уже поздно тоже трепалась трепалась ничего не поломала молодец даймонд руш у меня тоже не поломалась гортензия у меня поломались вот эти гортензии вот у меня самарская лидия поломалась потом у меня вимс рэд вот там вот гортензия поломалась фрейс фрейс мельба поломалась на ветру, слушайте, такие ветра это сумасшедший ветер просто как ураган трудится у меня все роза аспирин хорошая очень роза, друзья так она мне понравилась почва покровная она у меня растет второй сезон очень красиво здесь, смотрите, на бутонах вообще такие будут цветы красивые но не успеют, наверное цветы здесь вообще красивые там мне, по-моему, роза Лариса называется тоже такая она бело-розовая аспирин, видите, она тоже такая беленькая и вся-вся-вся в крапинку стала такой вот цветок у нее но все равно красиво мне она нравится бланкманьян декор тоже цветет смотрите, у нее такие красивые цветы но сейчас вот они мелкие все-таки осень, они, конечно, мелкие все плохие цветочки я убрала почистила все розы, друзья, обработала препаратом от болезней строби называется и от редителей октара все розочки, все-все обработала подкормила монофосфатом калия под гортензи заложила специальное удобрение которое закладывается два раза за сезон весной и вот осенью в августе, в начале сентября под гортензи разложила такую работу сделала а так, в принципе, ничего такого еще глобального не делала все подстригла все подстригла отсветшие многолетние растения кое-что из череночника пересаживала на постоянное место смотрите, у меня стал немножечко краснеть барбарис кобальт в описании написано, что он осенью становится красный но вот он у меня растет четвертый сезон красноты я от него никогда не видела а в этом году он немножечко стал чуть-чуть краснеть так что, друзья, может быть, со временем он у меня и покраснеет когда-нибудь я увижу его в красном цвете надеюсь, надеюсь, друзья ну, такой хорошенький стал интересный такой окрас у него получается в этом году был очень коротко подстрижен прям вообще под ноль потому что весной он перезимовал знаете, как у него один бок был хорошо вырос, один бок был хорошенький такой второй бок весь был без этих, без листиков мне пришлось его резать коротко чтобы он был у меня одной длины короче, кособок я был обрезала он у меня вот так вот чуть-чуть за сезон ну, сколько, не знаю, сантиметров 10 отрос и начал краснеть я очень рада надеюсь, что он будет когда-нибудь ярко-красный, как написано как написано а чей так у меня покраснел порозовел, покраснел, такой хорошенький стал короче говоря, сейчас осень но красок в моем цветнике достаточно барбарисы радуют такими красивыми цветами меня смотрите, как зацвела у меня герань садовая маленькая такая балеринка очень красивая, но тоже она агрессивная разрастается очень и очень ее надо контролировать сильный рост у нее еще у меня есть одна герань садовая на горочке сидит ту вообще я режу безбожно каждый месяц практически она очень разрастается а здесь у меня маленький цветник никому не даю сильно расти вот так вот, друзья сейчас я вам покажу как прекрасно как прекрасно я принесла дожди и, конечно, покоричневела гортензия это у меня ванила посмотрите, какая стала от этих дождей шапочка, видите, с коричневыми но не буду все равно удалять все равно она мне нравится здесь очень много цветов в принципе, неплохо она смотрится красавица гортензия здесь малышечки вроде и не собираются цвести а это вот у меня новиночка в том году посажена была вот тоже, видите, набрала но не успеет magical candle собралась цвести представляете если бы она не пошла с нижних почек она бы успела зацвести она нарастила вот такие побеги еще вот так вот все-таки она очень быстро выросла вообще и быстро-быстро набрала цветоносы но не успеет еще моя новиночка посадка вот этого года вот такая гортензия тоже, видите, зацвела даже она должна быть розовой ну, наверное наверное, я не увижу розового цвета все-таки уже конец сентября и, конечно же, моя гортензия не успеет показать себя во всей красе эта гортензия называется pink rose такая вот она мощная метр пятьдесят обещали обещали, что будет ну, посмотрим посмотрим так, что еще, друзья зацвел зацветает набирает у меня соцветия фантом посмотрите, какие стволы но не успеет мощная гортензия она, считайте, отросла вот эта гортензия с нижних почек вот такие дала побеги побеги больше метра метр пятьдесят так точно а ванила вообще какие побеги дала представляете больше меня роз там я метр пятьдесят восемь а ванила, наверное не знаю два, наверное, метра вообще а я ее покупала как сандей фрайс маленькая копия ванилы фрайс ну, где тут маленькая копия выше меня вот, смотрите еще все колиусы у меня прекрасно выглядят немезия вообще прекрасна все холода пережила хоть бы что прекрасный цветок это вегетативная выращенная из черенка прекрасно она черенкуется беспроблемный цветок в следующем году обязательно посажу ее в грунт везде понравилось очень разрослась хорошо у меня за сезон моя армерия выращенная из семян смотрите какая красивая красным цветом это балеринка а это у меня армерия приморская вот такая вот тоже выращенная из семян уже цветоносы все были обрезаны и чего-то она у меня не дала вот один цветоносик один единственный и тут вот чего-то вот так вот ну, тоже, наверное уже не успеет ее надо, кстати, делить вот эти вот вот такую кутенку надо разделить будет, наверное, мне весной потому что она как бы 3-4 года растет а потом ее нужно обновлять иначе она будет плохо цвести в этом году конечно она цвела но вот второе повторное цветение было такое не очень не очень вот, смотрите подрезала немезею обстригала желтенькая красотка да она вот как хорошо наросла а беленькую я даже не формировала вот как она у меня посажена в грунт так и растет не изрослась форму не потеряла а желтенькая немножко изрослась и мне пришлось ее подстричь подстригла очень коротко но она все равно наросла и вот как обильно цветет с розочкой здесь вот рядышком розочка цветет ферри данс почвопокровная смотрите один только цветонос такой красивый остальные все были тут такие уже старенькие я их обрезала от дождя еще тем более они все покоричневели так что вот так вот такой цветничок у меня здесь гортензии гортензия вот это у меня представляете только-только тоже цветоносы появляются это у меня бобо бобо в принципе она невысокая бобо но у меня бобо опять высокая из-за того что она наращивала вот такую высоту конечно она опять не успела у меня зацвести не то что опять но просто не успела зацвести а так она у меня уже цвела очень красиво крупные мои бобо были соцветия такие красивые цветет не переставая опять моя безымянная гортензия не знаю как называется и не хочу даже гадать друзья очень красивая вот такая прямо прямо уже такая малиновая вот смотрите беленькая такая еще розово-белая а тут уже такая прям малиновая ну до чего красивая тоже все хорошо все ветра и все дожди хорошо пережила хорошая гортензия не поломалась не вытрепалась такая прямо и в принципе по коричневере конечно некоторые шапочки но от того что она уже наверное давно цветет она у меня очень рано зацвела очень первая гортензия вот эта зацвела в моем цветнике не знаю название вот еще остельба цветет смотрите какая красиво поздний сорт она низкорослая эта остельба очень красивая с гортензия хорошо смотрится посадила я в этом году себе купила то есть я себе в этом году арабис махровый я его размножила и вот сюда подсадила вот он у меня смотрите как нарос хорошо вот такой вот красивый цветочек весенний будет красиво весной цвести розочка будет маленькая гортензия маленькая и будет его прекрасно видно я его уже укорнила и высадила вот сюда также высадила я сюда почвопокровную полынь красивую вместе с ясколкой они прямо одного цвета друзья очень красиво смотрятся полынь агрессивная буду контролировать конечно ее чтобы она никуда не расползалась ничего не закрыла но цвет у нее конечно нарядный обалденный мне очень нравится здесь вот так вот она хорошо вписалась потом со временем я думаю нарастет у меня мария барбарис посажен черенок мой и будет здесь очень даже красиво вот еще у меня полынь есть полынь вот такая вот тоже растет очень быстро я уже ее два раза стригла не даю никуда расползаться розочка розочка вся была вытрепана некрасивая такая дождя вот все все вырезала оставила вот такие только цветочки но она какая молодец эта роза называется минерва все лето цветет это посадка этого года но она такая трудяга прям вообще обильно цветущая роза это флорибунда очень красивая так это вот смотрите шарик мой лаванды флоксик цветет смотрите как здорово флокс я друзья обрезала после того как он у меня отцвел все все обрезала у меня по бордюру флокс посажен я аккумуляторными ножницами прям вот его очень хорошо подстригла он у меня так хорошо на рост за сезон еще вот сейчас видите кое-где кое-где зацвел ну конечно скудное цветение но все же все же как бы яркие такие цветочки везде у меня был подстрижен потому что он очень нарастает его надо стричь и чтобы там эти там же как сказать подним знаете сколько в одном месте были эти слизняки когда вот так поднимаешь а там прямо их это царство слизней надо стричь и смотреть чтобы там никто не рассадник ни бактерий ни насекомых подстригла и все равно вот как нарос хорошо прекрасно выглядит еще и это цветет немножко он здесь тоже здесь немножко тоже цветет чуть-чуть вот так вот вот какой флоксик так сейчас я вам еще покажу мунлайте своего прижился у меня березг который недавно только что сажала у Эрики смотрите сколько у меня бутонов будет такое красивое растение весной это из семейства березковых она она цветет весной а березг цветет осенью будет красота о какой красотой посмотрите яркий такой обалденный зацвела в полную силу лобчатка курильская это ред сорт на зиму я ее знаете так иногда присыпаю хвоей когда я не присыпаю она плохо зимует ее вообще рекомендовано рекомендуется ее укрывать конечно но знаете она может вымерзнуть а все равно там какая-то веточка останется жива она нарастает за сезон хорошо и опять это кустик полноценный она карликовая она невысокая для маленьких цветничков подойдет она у меня уже живет наверное или третий сезон или четвертый сезон зимовала уже несколько зим можно конечно ее на зиму присыпать даже торфом можно присыпать ну вот я хвой присыпала так что вот еще какая красотка тоже розочка ферри данс один главный цветонос остальные все-все обрезаны а у мира побыль вон сколько набрано ну тоже не успеет друзья ничего барбарисик какой темненький это у меня барбарисик admiration цветет пойдемте я вам еще покажу мунлайт гортензия а по пути покажу свою немезию желтую в кашпу ну какая красивая тоже была выстрижена вся и вот сейчас она так хорошо цветет компактненьким таким шариком это гортензия этого года посадка весенняя skyfall называется посмотрите какая красотка обильное цветение много цветоносов вон сколько смотрите вот какая трудяга еще вот набраны посмотрите все-все веточки заканчиваются бутонами ну тоже конечно не успеет но для первого года она просто великолепна разрослась еще вон как цветет молодец так сейчас я вам покажу любовь мою какая красивая гортензия представляете все-таки ее это выломала ветку то я одну сейчас ветром этим сумасшедшим хотя она у меня на опоре стоит но и опора не помогла вот с цветоносом вот такую ветку выломала представляете какие ветра в Ленинградской области улететь можно вообще но не только в Ленинградской области я так смотрю бедные люди у кого наводнение у кого ветра у кого что вот с этой стороны это гортензия мунлайт цветоносы цветоносы это просто это просто пирамида хеопса такие красивые и с этой стороны вот еще такая она розовая красивая без коричневых пятен гортензия много видите сколько побегов вот шикарный куст этому кусту уже 4 года вообще большой куст хороший вот вот фантом вот смотрите какой высокий стал зацвел бы но не успевает друг мой зацвести а так я надеюсь что когда не зацветет будет тут вообще такой уголок из гортензии из шапок гортензии будет здорово хорошие цветочки всю осень будут радовать барбарис красавец это барбарис называется этот так как называется orange eyes вот форму опять раскидистую почему-то растет вот как-то непонятно мне то ли от того что ему тут солнца не так много все хочу ему придать прямостоячую форму нет он как-то все хочет развалиться ну по идее я его конечно на зиму вот так вот ветки ему вот эти все уберу дам ему такую более прямую форму а то он тут как-то все это норовит в две стороны различься но на горочке вот у меня прямостоячие мария и red rocket я их стригу стригу безбожно и вроде этого-то стригу стригла в этом году тоже два раза но все равно побеги эти ветки видите какие дает так сейчас посмотрю даже откуда у него ветки то идут от моей обстриженной да слушайте надо его конечно корректировать и более прямостоячую давать форму не хочу такого развалистого раскидистого ладно еще в ту сторону а в эту сторону так вообще мне тут не надо таких веток длинных вот вот так вот цветет смотрите в кашку как красиво в подвесном у меня здесь армерия тоже ее не подстригала друзья черенков уже начеренковала домой потом вам череночник свой дома покажу уже под цветом у меня стоят череночки колеусы начеренковала они холода не любят немезию начеренковала что еще некоторые петунии вегетативные тоже взяла череночки с петунии бакопу короче говоря уже у меня потихоньку заполняется череночник но сейчас в основном все у меня колеусы дома еще бакопа и петуния на улице и пеларгония тоже черенки а колеусы там у меня уже дома сидят а еще у меня немезия дома взята вот так сейчас я вам быстренько покажу еще полярный мишка у меня трудится тоже молодец кустик маленький но посмотрите сколько цветов это ж вообще тоже пострадал немножко от дождя хорошо держит дождь ветер не поломался но за счет того что у него все таки цветоносы сейчас маленькие не нагибался он сильно но со временем я думаю что у него очень крупные цветы надо будет ему ставить опору потому что ему будет тяжело держать такие шапки еще и мокрые так вот роза чайная гибридная выросла такая лошадь ужас просто ужас тут тоже столько нарастило веток столько будет цветов только не знаю когда они будут может уже никогда доли смотрите собралась у меня цвести гортензия какая она красивая друзья очень красивые у нее цветы но мы в этом году с вами не полюбуемся на нее она не успеет очень мощный куст я такой куст в первый раз вижу она мне всегда была низкорослая в этом году вот такая огромная пока растила побеги не успела зацвести ну ладно надеюсь что со временем полюбуюсь я на доли доли красивая гортензия мне нравится у нее очень красивые цветы цвет самар цветет маленькие шапочки но красивые посмотрите какие о какая еще растет подарка смотрите какую дала ветку большущую прям вообще как она тоже трепалась тут бедная ужас но тоже ничего не сломала молодец но все-таки за счет того еще я думаю что шапочки не такие большие и наверное она попластичнее все-таки чем например вот эта у меня вся выломалась фрайс фрайс мыльба вообще вся выломалась мне ее пришлось обстричь вообще не нравится гортензия наверное уберу ее отсюда что-то другое посажу не знаю даже друзья что мне с ней делать но она она какая-то хрупкая не пластичная это на джекал везувия тоже набрал цветонос маленький такие маленькие бутончики но ничего не успевают конечно же но хорошо нарастил в этом году хотя бы побеги думаю что со временем полюбуюсь на эту гортензию вот у меня еще одна новиночка друзья смотрите это у меня граффити гортензия тоже набрала но не успевает но будет но будет когда-нибудь мы полюбуемся вот такой у меня здесь цветничок это тоже новиночка этого года summer love гортензия тоже смотрите маленькие такие бутончики она карликовая но но не успеваем конечно же зацвела у меня лаванда из черенка в этом году череночек дома я укореняла вот от той лаванды у меня там лавандочка около барбариса я ее обстригла вот так вот черенок прекрасно смотрите как хорошо нарос прям такой кустик-кустик еще и цветет будет вот тут вот с розочкой с почвопокровной феррельданс прекрасно смотреться посмотрите какая красотень друзья бакупа в этом году прямо вообще в ударе в ударе да радует меня своим цветением это просто что-то с чем-то какая она красивая без устали цветет не переставая рядышком с ней на подставке это у меня вегетативная сурфинья ред и там два кашпо одно кашпо с вербеной с бакупой тоже и вербеной вегетативной немезией еще наверное бакупа три растения в одном кашпо с 7 литровым посажены вот так вот на окошке по-прежнему еще цветет но уже не так обильно конечно пеларгония пеларгония у меня тоже все холода пережила в принципе пока еще будем на улице стоять пока не буду домой забирать пока совсем холодно не будет она у меня уже девочка закаленная я думаю что ничего страшного с ней не будет сейчас еще тепло обещать пусть немножко постоит вот так вот цветет вербена в кашпо маленьком и красавица римманджета вегетативная петуния оставила не стала убирать остальные все петунии поубирала там тоже на окне уже ничего нет все убрала ну хватит мне цветов друзья вот верески чем не цветы смотрите какие красивые набирают набирают цвет уже уже некоторые вообще вот просто полную можно сказать силу показали свои цвета а некоторые еще такие в полуроспуске вот красивая какая будет у меня здесь красивый цветник такой с вересками даже когда будут убраны эти цветы все верески мне будут раскрашивать цветник вот так вот все смотрится прекрасно осень конечно на дворе но в принципе осень у меня красивая обрезала лаванду потому что она такая уже изрослась и чтобы мне не закрывала верески я решила ее подстричь может быть даже я ее и поздно подстригла ну вот так вот сделала друзья это я сделаю буквально может неделю назад подстригла ее а вообще рекомендуется ее подстригать вот она цвела и как бы ее подстричь и тогда она еще раз зацветет но я что-то пожалела ее да думала пусть ну сейчас вот думаю зря я пожалела надо было ее подстричь она бы может сейчас покомпактнее была и получше бы выглядела ну ладно а то верески мои закрывает не стала я ее жалеть подстригла а то что подстригла все-все высушу и буду наслаждаться запахом лаванды хочу вам показать какой у меня красивый очи так вообще не видно из-за вербены ой из-за вербены из-за баку бы тут поставила и очи так у меня тоже видите собирается цвести покупала я его в том году он у меня перезимовал кстати говоря он пропадает на зиму его нет я знаете как испугалась думаю все пропал мой очи так а весной он у меня опять отрос такой хорошенький посмотрим как зацветет покажу вам еще вот здесь у меня в маленьком кашку растет вегетативная бакупа тоже обильно цветет так хорошо не переставая в этом году прям вообще бакупа меня так радует умница молодец цветет поливаю ее вообще часто очень ну по крайней мере летом сейчас то нет сейчас ее дождями поливает а летом поливала даже иногда два раза в день когда такая погода была очень жаркая и всегда подкармлив в каждый полив удобрения делаю дозировку в два раза меньше органическими минеральным подкармливаю сейчас просто шапка из вербины из белой не подстрижена ни разу не была очень красивая прям украшает тоже вот мой цветничок какая красивая виола друзья посмотрите вот так вот и красавцы конечно же алисум алисум у меня здесь три кашпо с алисумом ну до чего красивый ну до чего любят вредители друзья он у меня был весь выстрижен его всего сожрали я прям хотела выкинуть его хорошо не выкинула слушайте как-то я его убрала с глаз моих иногда даже поливать забывала но это потом я его обрабатывала подстригла обработала даже несколько ему обработок делал от вредителей и ничего вот он у меня пошел пошел и сейчас такой хорошенький прямо форма такая у него хорошая не из роста ничего обильно цветущий и он самое-то главное он холода не боится он сейчас будет свистеть до самых-самых холодов вот так вот тут еще у меня и вербена и лобелия и вегетативная фанфара была тоже выстрижена вся полностью отросла так сейчас вот цветет ну холодно не обильно цветущая вот такие вот друзья у меня сейчас еще цветочки однолетние немножечко меня это радует немножко немножко есть в моем цветнике еще не все убрала а остальное вот все-все убрала уже столько кашпо перемыла думаю неужели у меня столько цветов было сколько у меня теперь кашпо в сарай стоит обалдеть очень красивая пастель грин гортензия тоже все вытерпела все ветра все дожди не поломалось ничего в отличие вот от этой например это у меня куплена гортензия как вимс ред вот тоже вся-вся на цвету но не успевает вся вытрепана во-первых да смотрите какие у нее голые даже эти стволы от того что ветром все вытрепано все поломано вообще даже вот она в подставке стоит она и с подставки ломается не хочу ее здесь выкопаю скорее всего я ее отсюда сюда какую-нибудь маленькую посажу более пластичную более такую гибкую и чтоб не такая высокая была не хочу здесь высокая гортензия вот пастель грин я бы вообще сюда посадила три пастель грин гортензии вообще как бы было красиво она посмотрите какая она маленькая как раскидистая но она вот всю территорию вот здесь вот заняла и как обильно цветет такая красивая у меня была бы тут шикарная клумба если бы я три одинаковых посадила вообще было бы здорово буду думать буду думать что буду сажать туда ну примерно знаю что на место вот это так эту теперь не знаю куда посажу такую большую гортензию еще у меня в этом году гортензия порадовала канделайт какая она хорошая тоже все ведь вытерпела кроме одной ветки одна ветка только поломалась цветоносом но все таки она без опоры тоже на сквозняке трепалась так сильно и дождем и ветром и молодец выстояла вот какие еще цветоносы огромные посмотрите какие соцветия у нее широкие и достаточно большие во какая первый раз зацвела вот как красивая девочки гортензия и прямо стоячая прям такая ух какая прямо стоячая это вот все таки вот смотрите видите она тоже прямо стоячая но вот ветка у нее это такая и поломана сколько было поломана веток не сравнит с кандалайтом кандалайтом такая она более растет таким свечкой такой вверх а какая красивая и эта красотка какие ой какая красивая а это не знаю что без листьев вообще смешная какая на окошке тоже трепалась у меня бедная пеларгония знаете как красиво цвела тут подписан тот видел а сейчас от этого цветения остались рожки до ножки но еще и холодно конечно ей чего и цвести то холодина по ночам такая по вечерам да и днем то холодно у нас было я уже достала теплую курточку тут вообще так один день замерзла ой так что цветам только остается бедным ждать когда их домой занесут скажет когда же ты меня домой то занесешь мать мы уже замерзли а домой не хочу нести думаю еще все таки пеларгония терпит холод не совсем конечно такой прям холод холод но такую температуру я думаю выдержит еще не может эту недельку до следующей постоим да пойдем пойдем по домам кто куда кто в компус кто домой так что вы так друзья начеренковала всего теперь надо будет зимой ростить все обихаживать поливать подкармливать я все равно свои череночки немножко тоже подкармливаю чуть-чуть не часто но подкармливаю до обработки делать чтобы ничем не заболели короче есть нам чем заниматься быстренько здесь показать друзья смотрите какая роза вообще букет 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 букетный пеларгония какая красивая цветет а клумбочка нарядно вот у меня гортензия набрала цвет это лаймлайт маленькая смотрите какая и решила все таки зацвести вообще она у меня куплена уже давно и после пересадки она что-то никак не может разрастись или здесь и место не нравится тоже на сквозняке получается не знаю но когда-нибудь я надеюсь я тоже на нее полюбуюсь на эту гортензию вот уже не мизийка в грунте цветет такая вот беленькая хорошенькая сейчас покажу какой у меня череночек тоже цветет от гортензии от моей начеренкована была посажена вот как остельба цветет красиво смотрите какой черенок у меня стал красивый это скорее всего гортензия которая вот сейчас я вам показывал колоннобеса там такая вот красавица вот такой черенок представьте огромный вырос я его сажала в том году весной развалилась вся у меня гортензия бедная древовидная вся развалилась а какая-то покоричневела чудо чудное называется здесь какой-то плохой надо убрать это розочка красивая и тут вот тоже розочки цветут смотрите мой черенок тоже набрал цвет и много причем меня здесь черенков тоже цвет набрали ну конечно же не успеют не знаю что за гортензия не подписаны были черенки вот так вдоль забора у меня все все череночки мои высажены когда-нибудь когда-нибудь я надеюсь что мы полюбуемся тут-то не заложенных не здесь нету смотрите какой флокс красивый друзья все полгинный цвет гехеру посадила череночком тоже прижилась вроде как это новиночка этого года была куплена я ее размножила быстренько боюсь чтобы ну как бы не то что боюсь а размножила для того чтобы нескольких местах было потому что вдруг не призимует в одном месте а в другом будет как найденная потому что череночки то не дешевые по 400 рублей покупала маленькие череночки гейхеры так где-то еще я видела что мне бутоны заложила гортензия ладно заложила и хорошо все равно не успеет зато какие красивые у меня тут цветочки розочка какая красивая эта роза спрей как же называть маскарад baby вот как она называется красотка вам хочу одну красавицу показать друзья это у меня гортензия диамантина посмотрите какая шапочка какой цветонос большой и тоже она немножечко розовеет вот уже подрумянилась чуть-чуть вот такая девочки посмотрите какая красивая эта посадка того года такая хорошая перезимовала и и вот так решила даже меня порадовать и смотрите какие дала большие побеги побеги большие набрали цвет но не успевают а маленькие все все цветут еще моя девочка в мой череночек вот так вот на роз и цветет вот какая красавица воздушная вот эту красавицу я скорее всего посажу вот туда где вам сейчас только что показывала где гортензия у меня посажена пастель грин на место им сред наверное посажу вот эту безымянную девочку она такая более более компактная я думаю что она там будет неплохо расти посмотрим представить я эту я этот цветник буду убирать мне нужно будет все выкапывать это наверное я буду делать весной все все буду убирать до дату и все цветы потому что здесь у меня муж хочет все переделать здесь у нас будет зона короче здесь будет у нас стационарно стоять мангал казан под крышей и мне придется все все вот это выкопать и пересадить в другое место будут цветничок новый делать но не то что новый я короче один цветник убираю и на место того цветника буду его переделывать буду сажать вот эти растения есть есть не работая на следующий сезон вот так вот здесь у меня не будет этих красавиц расти но я оставлю тую обязательно оставлю тую вообще вот это можно все оставить ну придется наверно все переделать ну хотя посмотрю как 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 все будет как это я даже еще не представляю как это все будет но барбариса однозначно я отсюда уберу смотрите какой красивый друзья посмотрите он стал розоветь чуть-чуть видите листочки какие это супер супер бра по моему барбарисик под такой раскидистый мне его придется отсюда наверное убрать и вот еще один барбарис буду думать куда их посажу барбариса очень люблю надо им такое хорошее достойное место найти кашпо уже подвесные скрыльца я убрала над крыльцом висели тоже все все были вытрепаны ветром не захотела я их еще пеларгонии здесь у меня стоят так что вот так вот друзья вот так мы цветем растет еще хотела вам друзья сказать вот пеларгонии да у меня еще как бы на улице на улице по ночам холодно из-за этого я поливаю их сейчас очень редко стараюсь поливать днем чтобы они за день все это израсходовали воду питательные вещества на ночь то уже не поливая потому что ночи холодные и вообще надо аккуратно поливать потому что можно залить им сейчас только не надо влаги а вот эти поливаю и алису мы каждый день поливаю и бакопу поливаю каждый день и вот арочка у меня еще в принципе так неплохо смотрится тоже поливаю только не польешь и все и они знаете как будто бы это начинаешь поливать и вся вода выливается обратно что уже даже ком не впитывает надо поливать эти поливаю и вот тайдау полива смой поливаю потому что он тоже очень много пьет хотя у часу дожди то были не поливала ничего знаете какой смешной ну какой красивый обильно цветущий тайдал там у меня еще вот растут вербена и пеларгония в кашпо вот здесь вот и вот здесь короче говоря сейчас вот нет дождя так я поливаю каждый день поливаю но уже однолетние растения поливаю без удобрения только кормлю чуть-чуть чуть-чуть вербе пеларгонию пеларгонии даю немножко удобрения минерального а однолетние растения не бакопу не питунья уже не поливая с удобрением чего тут уж их поливать скоро скоро пойдем все отдыхать вот такое видео все вроде сказала не помню говорила что я гортензии подкормила специальным удобрением которое раскладывается весной и осенью вроде говорила не если не говорила то вот говорю розочки пролила монофасатом калия войны пролила калий магний короче готовимся к осени в зиме холодам а самое такое для меня страшное дело это стричь выстригать все листики у роз роз розы розы чистить вот это я просто не перевариваю не люблю но приходится этим заниматься обстригать розы это это что-то это все наколишь себе все что хоть и перчатки хоть и защищаешься но такое дело предстоит скоро мне делать друзья это вообще как я это не люблю но приходится вот такой вам сегодня видео потом вам покажу как у меня дома череночки мои растут в череночнике еще покажу что у меня там в зиму пойдет как розы укрываю покажу что с гортензиями буду делать пока еще не знаю оставлю ли я все побеги какие у меня есть до весны только цветоноса отрежу или же я буду ее в октябре подстригать на 4 почки не знаю я еще в раздумьях ну вам по-любому все покажу что у меня будет происходить всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вам и дальше все буду показывать и рассказывать всем всего доброго друзья до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok